Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Каждую неделю, ну почти каждую, по пятницам, ну в основном по пятницам, Встречайте Михаил Содоровов в том, что неформат. Что вы хотите, а неформат? Неформат, он и в Африке неформат. Здравствуйте, дорогие друзья, наши радиослушатели. Радиостанция Юмор-ФМ в прямом эфире из студии в Москве начинает вещание программы Неформат. Той программы, которую вы так долго ждете, всю неделю, для того, чтобы услышать главного героя и ведущего этой программы, Михаила Задорнова, который приехал к нам сегодня. Здравствуйте. Да, здравствуйте, здравствуйте. Как всегда, подводим итоги недели, отвечаем на ваши вопросы и постараемся объять все, что только возможно, для того, чтобы в конце программы вы получили наше мнение о том, как складывается жизнь в этом прекрасном мире. Ну, а для начала я бы хотел поздравить всех наших удивительных женщин, девушек с праздником, наступающим 8 марта. И я присоединяюсь к вашим поздравлениям. Да, этот праздник по подсчетам социологов оказался вторым в списке самых популярных у россиян. На первом месте Новый год, на который в среднем тратят 9,5 тысяч рублей один человек. А на втором месте оказался 8 марта, 7,5 тысяч рублей. Ох, как здорово. А вы знаете, вот в Латвии, где не признаны советские праздники, 8 марта считается одним из самых прибыльных праздников. Вроде они отменили это все, но латыши, которые очень любят выращивать цветы, у себя на балконах, на огородах, на хуторах, они к этому дню берегут свои цветы, чтобы выручка большая была. То есть отменить отменили, но бабки-то на этом празднике делают реальные. Потому что их враги русские раскупают в этот момент. Многие латыши из старших поколений тоже поздравляют своих женщин с 8 марта. Причем совершенно не важно, что никто не знает, чему этот праздник посвящен, как он возник. Важно, что есть такой день, когда хочется, ну пускай хотя бы один день, сказать женщинам очень приятные слова, пересилить многим мужчинам себя хочется и все-таки сказать что-то хорошее и быть ласковым. Хорошо, что такой день есть, и хорошо, что никто не вдумается, почему он возник вообще. Такой день, это не имеет никакого значения. Главное, он есть. У нас, друзья, традиционная наша разминка, и я напоминаю, что вы можете на короткий номер 8870 присылать ваши наблюдения, замечания, какие-то соображения относительно праздника 8 марта и относительно того, что вы видите вокруг. Мы обязательно это постараемся прочитать в прямом эфире. И 0731, не забывайте номер телефона, на который вы можете звонить, задавать свои вопросы Михаилу Задорнову. В конце программы мы устроим небольшой блиц с ответами. Хорошо, но вообще 8 марта звучит даже хорошо, и цифра хорошая, символизирует вечность, и март символ весны, и женщины оживают, они легче одеваются, привлекательны, солнышко пригревает уже, и не важно, что пост. Все равно все это приятно. Очень хорошее число выбрали для этого праздника. И, знаете, только в русском языке слово «женщина» от слова «жизнь», между прочим. То есть женщина означает «даёт жизнь». И в этом слава женщине за это. А вообще наши женщины до сих пор неформатные, и это мне тоже нравится. Я скажу в связи с сегодняшними событиями, почему мне это нравится, с такими нас затронувшими всех событиями. Да, наши женщины ещё не отформатированы мировыми инструкциями, мировым интернационалом. Только наши женщины, увидев утром мужа на кухне одетым, уже одетым, спрашивают, «ты уже встал?» А он говорит, «нет, я ещё не встал». И только наша женщина, уже лёжа под одеялом, перед сном, говорит своему мужу, лёжа под одеялом, «я пошла спать». Только наша женщина, когда пылесосит, поднимает, вот это мне такой момент нравится, поднимает застрявшую в ковре ниточку и бросает её обратно на ковёр, давая пылесосу ещё один шанс. Только русская женщина, вопрос, дети есть, может ответить, есть немножко. Только наша женщина, если на столе после еды осталось немного крошек, собирает их не тряпкой, лень идти за тряпкой, а указательным пальцем. Вот это мне тоже нравится, так слюняет его и натыкивает на него крошки. Не формат совершеннейший. А потом большим пальцем с указательного крошки стряхивает в мусорное ведро. А что, они прилипают к большому пальцу, а она потом указательным с большого стряхивает. deixarает другой рукой. А мне это нравится, не формат. Только наши женщины способны на такую фразу, если ты со мной не переспишь, я скажу твоей земле... Если ты... Только наши женщины способны на такую фразу, если ты со мной не переспишь, я скажу твоей жене, что ты со мной переспал. Это мне один пацат рассказывал, что ей такой ультиматум поставила баба какая-то. Только наша женщина, если садится батарейка на телевизионном пульте, ну это я много раз говорил со сцены, пытается сильнее нажимать на кнопки, а когда это не помогает, она начинает резко выбрасывать руку с пультом в сторону экрана. Вот казалось бы, мы смеемся над женщиной в этой ситуации. Нет, не только смеемся, она так сердце ей подсказывает, надо делать, у нее сердце так развито у нашей женщины, что мозг отдыхает во время приступов сердечности, приступов сердечности. Только наша женщина на вопрос, чай будешь с сахаром или без, отвечает да. И вот, и только наш мужик понимает, без сахара она сказала, только наша женщина купив мясорубку, просит мужа объяснить, как, она говорит, покажи на пальцах, как она работает в мясорубке. Только наши женщины за границей в отелях, а это так трогательно, перед приходом уборщицы прибираются в номере, и на вопрос мужа, ты что делаешь, отвечает, сейчас уборщица придет, а у нас не прибрано. Неудобно как-то, что она о нас русских подумает. Ну и наконец, только наши женщины, только наши, 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 такой ремикс хочу сделать, наши, наши, наши женщины, до сих пор, в отличие от западных женщин, ведут себя так, что большинству наших мужчин не хочется становиться геями. Поздравляю вас особенно, вот, пожалуйста, оставайтесь дольше такими сердечно-неформатными. Да, дорогие наши, спасибо за то, что вы вместе с нами, вы делаете нашу жизнь чуточку лучше, а может быть даже не чуточку, а лучше во всех отношениях. Сердечнее. И вы знаете, вот сегодня про Украину много, ведь все время, ну, всех нас, ну, угнетает то, что происходит. Любого порядочного славянина, русского, русский, я считаю, это многонациональное понятие, я всегда это уточняю, когда мы с вами выходим в эфир. Угнетает то, что сейчас происходит. И вот я выкладываю посты со своим, со своей мужской жестью часто и в фейсбуке, и в живом журнале, такие, мол, ну, действительно, так хочется дать по брызгалам и по сусалам некоторым врезать фашистствующим, да. Я об этом и во всем писал. Но интересно, что из комментариев самые добрые от женщин приходят. И приходят часто в личку. И я вспоминаю аристофановскую пьесу «Ли сестрата», когда все женщины объединились не давать мужикам, пока те не перестанут воевать. И у меня ощущение, что это на сегодняшний день самая современная пьеса. Леня Филатов сделал ремейк в свойственной ему манере стихотворной, легкой, ироничной и остроумной. На «Ли сестрату». Мне кажется, очень интересно было бы сегодня поставить именно ремейк Лени Филатова. Там ведь ситуация очень точная. Сегодня женщины должны спасать сегодняшнюю ситуацию. И сегодня я разместил в живом журнале письмо от одной девушки, молоденькой, 22 года. Какое мудрое письмо она написала. Буквально час назад я разместил на фейсбуке и в мыле, и в живом журнале. И она мне написала... Она, знаете, без зла реально оценивает и тех, кто верховодит сейчас, и тех, кто не хочет подчиняться этим верховодителям. Но она без зла это делает и пишет. Михаил Николаевич, помогите. Вы же понимаете, о чем я пишу. А как я могу помочь? И я решил следующее. Я хочу разместить ее письмо, разместить то, что я думаю по этому поводу, и собрать подписи с людей. Не нужны болотные. Болотные рождают только неприязнь друг к другу. Не надо выходить. Есть интернет. И очень много людей сильных, порядочных, которые выскажут свое мнение. Но я думаю, что я размещу такой вот призыв, подписать этот призыв тем, кто с ним согласен, и отослать в администрацию нашего президента. Так там говорится о том, что она призывает не бунтовать... Она описывает, во-первых, некоторых людей, которые в Крыму пришли к власти. Я этого не знал. Она украинка. Она наполовину... У нее, по-моему, отец русский, мать украинка. И она описывает ситуацию изнутри. И тех людей, которые и в Киеве, и в Крыму. В общем, то, что мы с вами и предполагали. Не там, не там ожидать особой порядочности не приходится. И она со свойственным только женщинам добротой пишет. Вот если бы Россия набралась мудрости и все-таки нашла бы людей здравомыслящих в нашей Раде, потому что там не все придурки и не все фашисты, то это было бы вызовом западному миру. Вот это... Вот, по-моему, это мудрость женская чисто. Хорошо, что мы перед 8 марта об этом говорим, потому что действительно с Западу то, что мы ссоримся сейчас, ну просто бальзам на сердце. Потому что мы ссоримся, рубль падает, гривна падает, они в шоколаде. Они только этого и ждут. Они стравлют, как... Обама звонит Путину. Все это при крышке. На самом деле они в полном порядке. И они, разрушая нас, безусловно, достигают своих целей. А эта девушка говорит, найдите хоть чуть-чуть, хоть начните искать общий язык. И сразу, я с ней согласен, и рубль начнет подниматься в цене. Вот такой гадости, как пойти на попытку понять друг друга, вот такой гадости не ожидает Запад. И вот я хочу эту... Вот эту гадость я хочу сформулировать от имени женщин, приславших письма мне в личку перед 8 марта, опубликовать. И чтоб женщины, которые чувствуют себя... Ай, слабый пол, слабый пол. Какой слабый пол, который снимает у мужиков столько сил? И подпишитесь, бабы милые, давайте ли сестрату по сегодняшнему воспроизведем в нашем мире. Увеличим объем доброты, все. Друзья, мы прервемся на некоторое время на рекламную паузу, обязательно встретимся на Юмерах. Любимая программа рекламодателей, ровно по той причине, что все ваши вывески, часто очень нелепые, которыми вы называете свои магазины, может быть какие-то товары, попадают в поле зрения нашей программы. Да, и Михаил Николаевич заботливо все это собирает. Так что присылайте нам, друзья, 8870, мы обязательно это все почитаем. У нас, ну конечно, мимо этой темы пройти нельзя, потому что как только мы начали программу, сразу посыпались сообщения. Что по поводу Крыма, ваши мысли о Крыме и так далее. Что происходит сейчас, ну, более глобально и частно, если от частного таки глобальному. Придется немножко от юмора отойти. Ну а что делать? Ну, не все же подчинение, не над всем можно шутить. Михаил Николаевич, ну с другой стороны, ведь юмор, по вашим словам, это национальная особенность русского народа, одна из национальных идей, которая позволяла выходить из самых трудных ситуаций. Может быть и сейчас это позволит нам несколько иначе взглянуть на то, что происходит в Крыме. Но одна юмористическая ситуация есть, но суть, почему она юмористическая, я только в конце скажу, начну серьезно рассказывать. Конечно, вот Украина, показывая Западу себя, говорит, не пролилось крови за то время, что пришла новая власть. Так она не пролилась, друзья мои, из-за того, что Россия очень серьезное предупреждение в Крыму сделала. Ведь Россия не вводила никакие войска. Там какая ситуация, Максим? Там Россия имеет право держать какой-то контингент военных по договору с Украиной. И это количество военнослужащих было уменьшено в свое время. Когда все это произошло, действительно дополнили до законного. Но это произвело очень сильное впечатление. Но так как разведка ГРУ донесла, что западенцы с Майдана во главе со всеми этими мишками, ярышами, или с этими козлами фашистовующими, петлюрусами, бендеровцами, едет в Крым с дубинками, привязанными изолентой к рукам, громить крымские власти. Вот тут-то наши установили кордон. Они были без опознавательных знаков, в масках. Но когда западенцы целый эшелон их ехал, увидели по-настоящему вооруженных людей, они разбежались и тиканули обратно. И кровь не пролилась. Там не было никаких стычек. Они испугались одного вида вооруженных, по-настоящему военных людей. Что говорит о том, что они, вот это и есть юмористическая ситуация, что они трусло, что они могут воевать в эфире, подстрекать масс-медиа западные, а сами ничего из себя не представляют. Ведь Кадыров сказал сразу, что они террористы. Хотя они хотели привлечь его на свою сторону. И что произошло с татарами, то же самое. Ведь татары крымские всего 10% поддерживают вот этот междлис. А многие татары весьма относятся равновесно к ситуации. Некоторые не определились, но большинство татар совершенно не враждебно к русским в Крыму. А тут наш Татарстан несколько приструнил их. Кстати, Кадыров им свой, извините за выражение, месседж послал тоже. Что не надо на меня ссылаться. И не надо меня подстрекать. Если бы Россия так жестко не повела в себя в отношении Крыма, кровь бы пролилась на Украину. А мне кажется, Россия очень правильно сделала. И мы об этом с вами говорили в прошлой даже передаче. Что надо как бы предупреждение сделать. Войска подвести границам, учения провести. Но только очень это делать осторожно. Россия это сделала. И сейчас, когда дикий перепук у украинских властей новых. Потому что, ну, смотрите, в Эстонии, например, тоже подслушали, видимо, опять-таки наши гайрушники разговоры. И они не могут, эстонцы, премьер-министр не отказался от своих слов, которые были опубликованы в интернете. А в чем смысл этого разговора? Что он, премьер-министр Эстонии, он все-таки считает, что стреляли снайперы, нанятые майдановцами. Стреляли и по Берку, то и по своим. Более того, когда он говорил с комиссаром ЕС, и она выразила сомнение, что это люди Януковича стреляли. Я Януковича не выгораживаю. Да, они довели, олигархи, негодяи-капиталисты довели наш славянский мир до такой ситуации, что люди начали ссориться друг с другом, а они просто делят власть. И мне кажется, что, да я уверен в том, что сейчас, когда предупреждение, когда месседж послан был, и когда наша российская власть показала и Америке, и Европе, что нам плевать на то, что вы... Ой, 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 виз нас лишить хотите? Во-первых, у меня вопрос. Вот почему, если вы считаете, что российские власти виноваты, вы принимаете санкции против простых людей России? Вот, а это что, справедливо разве? Мне это напоминает, знаете, 10 казней египетских известных. Моисей сказал фараону, антисемиту реальному, мол, отпусти нас, евреев. А тот сказал, не отпущу, уже не лепится, если ты антисемит и просится уйти, то и отпусти. А Моисей сказал, ах так, и наслал на египтян простых 10, а они тут при чем? Не отпускал фараон, антисемит. Почему надо было в каждой семье египетской первенца убивать? Да что же это такое, или саранчу на поля египетские напустить? Вот это точно ответ такой же нелепый и безнравственный. Кстати, они нас винили за Гринпис, помните, что вскарабкали, имитировали штурм нашей платформы нефтяной. Недавно в Швеции такая же ситуация. Швеция мгновенно арестовала всех Гринписовцев. Хоть одна рожа западнючая вякнула по этому поводу, нет, но их всех посадили сразу, мгновенно. Значит, очевидно, что негодяйский западный капиталистический мир. Вообще, все о нем правильно написал Ленин в свое время. Я не ленинец, не тот, кто верный ленинец, но формулировал он замечательно. И сегодня, я считаю, что... Да, предупредили, все, испугались, поджали хвост, послышались слова, давайте русский язык введем снова, как один из основных языков. Уже у сегодняшней власти послышались такие заявления. Все это... это... это значит, они готовы, созрели. Цена на газ, все вместе. Надо их... надо найти там здравомыслящих людей. Надо садиться за переговоры. Они боятся тех ученников, и можно под прикрытием армии, стоящей у границы. Конечно, никакой войны не будет. Чушь. Война не нужна ни им, ни нам. Но... Нет, ну, возможно, война, допустим, между Россией и Украиной выгодна Западом. Очень. Вот чего нельзя... Я считаю, что с Крымом надо следующее сделать. Поддержать наших там, в том составе, в котором они есть, до референдума. Провести референдум, нам не влиять на него. И посмотреть, что будет. Если референдум выяснится за отделение Крыма, не надо его присоединять к России. Это какую-то подставу сделали крымчане. Мол, присоединить нас к России. Ну как? Это у меня ощущение, что это американцы им подсказали. Такой ход. Этого ни в коем случае нельзя делать. Это мгновенный обвал рубля. Это мгновенный обвал нашей экономики. Если наши согласятся. Но мы не можем ждать здравых решений от политиков. Только Путин может вынести решение, а все остальные будут лизоблюдствовать по отношению к нему. От простых людей надо ждать. Вот от нас с вами. И от тех, кто подпишется под письмом, которое я напишу. Я считаю, Крым может только бороться за независимость. Ни в коем случае не за присоединение Крыма. А там посмотрим. Ведь и посмотрим, какие выборы пройдут на Украине. Отпустите эту напряженку сейчас. Сделайте специальный скруглый стол имени короля Артура. Сядьте так, чтобы не унижать никого. Ни с одной стороны. Но сами без... Вот только без НАТО садиться. Не принимайте к этим переговорам ни американцев, ни Евросоюз. Не нужно этих лицемеров, вживцов. В Крыму уже предлагают провести трехсторонние переговоры. США, причем здесь США, Россия и новые украинские власти. Причем тут США в Крыму? Ребята, если вы хотите приехать отдыхать в Ялте, приезжайте. Но на черта вы нам нужны. О, шит. Буллшит это. Это такой месседж тоже. Месседж наш. Друзья, мы сейчас прервемся на некоторое время на рекламную паузу и встретимся снова. А что, все честно, как всегда, в прекрасном расположении духа. Здоровый, веселый Михаил Николаевич Задорнов у нас в эфире. Не выпьемши, не выкуримши ни одной цигарки. Мне нравится, мы только, я закончил свой монолог до рекламной паузы, до музыкальной паузы, очень яро, антиамериканскими разными высказываниями. И тут же включили песню на америкоском языке. Это был их месседж. Вот так, да. Это был их месседж. Ребят, вы горите, не орите, а петь вы будете по-английски. Это мне, знаете, напоминает, как Сергей Владимирович Михалков, ну, первую песню, когда он написал первый раз «Гидден», это знают практически все. И когда ему Богословский сказал, ты все-таки, ну, я выражусь в эфире так, более-менее толерантно, мол, дерьмо написал. Ну, он чуть мощнее сказал. Эль Регистан собирался отозвать свое авторство. Больше. Богословский, а Михалков сказал, тюрьмо не тюрьмо, а слушать стоя будешь. И прошло много лет. Он написал второй вариант гимна, изменив некоторые слова для России. Ну, конечно, он вообще поэт, он гениальный, и сказочный, и басонописец гениальный. Ну, видимо, действительно, гимны наши должен басонописец писать. И чтобы они правильно слушались. У нас тоже впереди один из гимнов, который мы поставим буквально через пару минут, наш традиционный полидэнс. Прежде чем к нему перейти, Михаил Николаевич, несколько... Только я вот последнее, да, скажу, и ему недавно тоже один наш известный поэт говорит, что ты написал. В лифте они ехали за границей, в лифте гостиницы, что ты написал, как тебе не стыдно. Известный поэт, не буду говорить кто. И, в общем, покрыл Михалкова, ну, он жив был, царство ему небесное, и выходит из лифта. А Михалков ему вдовгонку говорит, учить слова. Ну, кореец послушался этого совета и выучил слова нашего гимна. Простите, я вас перебил. Да нет, я хотел сказать лишь о том, что мы затронули эту тему. Не кажется ли вам, что вот эта истерия относительно, не истерия даже, а сообщения, которые направленно вбрасываются в российское общество, о запрете виз, о том, что происходит сейчас с рублем, это не сообщение, да, а то, что реально происходит, то, что рубль теряет свои позиции, вызывает некие панические настроения в российском обществе, которые подрывают доверие к власти. Обязательно так делается, но, я хочу сказать, не надо на это обращать внимание. Ну, как они закроют визы, мы граждане, но они лишатся огромных денег. У нас есть Алтай, Урал, между прочим, очень хорошие сейчас гостиницы там есть, я сам лично останавливался и люблю там бывать и отдыхать там. Мы найдем, где нам отдыхать, а вот что, вы без наших бабок дело будете? И, между прочим, уже первыми отозвались францы, французы, сказали, посчитав, почесав тыкву, считая прибыль на южном берегу Франции, они поняли, что им это очень невыгодно. Вторыми уже свое слово сказали испанцы, да, мол, надо, но как-то жалко бабок. Уже мягенько появляются эти заявления. Никогда они, россиян, виз не лишат. А вот лишить чиновников виз они могут. Так туда им и дорога, нечего им болтаться по южным берегам Франции. Ребята, пора здесь и детей отзывайте учиться. Провели реформу образования, вот пускай они и учатся на эту реформу образования. То есть на руку нам сыграет. Но вот с рублем ситуация очень плохая. Ну вот давайте послушаем сейчас нашу политическую дискотеку в рубрике «Полиденс», где господин Улюкаев, глава Минэкономразвития, объясняет, что же происходит с рублем, почему он теряет свои позиции. Понимаете, движение к инфляционному таргетированию – это не только свободное курсообразование. Это один из важных, грубо говоря, четыре элемента. Это свободное курсообразование, трансмиссионный механизм денежного рынка, передача сигнала от регулятора к индустрии. Это, значит, информационный диалог регулятора с обществом. И это правильная система моделей, которая позволяет должным образом реагировать на отклонение реальной траектории курса от целевых значений. А теперь для тех, кто на танцполе. УВП, рост, рост меньше этого процента, что во многом связано просто с погодными условиями. У меня недостаточная часть информации для того, чтобы делать какие-то серьезные выводы, что во многом связано просто с погодными условиями. Вот, но, вот, еще раз, недостаточная информация, чтобы применить решение. Вот, значит, и лучше всего, конечно, держаться. Позиция, что это глобальный фактор работает. Я не знаю, что во многом связано просто с погодными условиями. Не буду не вправе притягивать моих коллег, а из Центрального банка... Вот я точно не буду, точно не буду притягивать своих коллег из Центрального банка, что во многом связано просто с погодными условиями. Агентинская пиля, Песа, Тридцкая лира, Бразильский реал, Южноафриканский рам, Лидийская рубля и Российский рубль в этом ряду. Что во многом связано просто с погодными условиями. 50 рублей за евро, это не хорошо и не плохо. Вот, а что лучше, 45 или 50? Я не знаю. Мне трудно ответить на этот вопрос. Не знаю, недостаточная информация. Я не знаю, я не знаю. Я не знаю. Темпер роста 14-го года был выше, чем темпер роста 13-го года. Я пока не могу сказать. Ну что, друзья, продолжаем программу «Униформат». Вы послушали наши шуточные представления о том, как может выглядеть обвал рубля. О причинах обвала рубля. Вообще, я прослушал внимательно очень все это. Устами чиновников. Устами чиновников. А кто это говорил? Это Алексей Улюкаев. Улюкаев, хороший. Ля-ля. Лю-лю, ля-ля. Я ничего не понял с того, что он говорил. На полиданце я понял больше, что погодные условия и все. Это когда-то у Фима Смолина была чудная миниатюра. В советское время приходили женщины в поликлинику, и на любой вопрос, почему у нее что-то там болит, насморк, перелом ноги или там средний ух, она говорила, да я съела что-то. Наверное, съела что-нибудь. Вот так это погодные условия. Я прослушал музыкальную вот эту паузу вместе с рекламой в перемешку. Я должен сказать, мне, во-первых, уже ощущение, что гормоны во мне взбунтовали. И я не понял, это мужчинам или женщинам вот эта добавка адресована. С одной стороны, стела, стела от слова стоит. Это то, что вверх поднимается. А почему, в чем тут цикл? Я что-то не въехал. Вы еще будете повторять? Я должен все-таки понять суть этой добавки. Вот почему любимая программа рекламодателей. Каждая реклама, которая звучит внутри динформата, она обсуждается. Вот что такое, что получает рекламодатель в обычном эфире? Ролики рекламные, которые никто не слушает, выключает. А тут... Может, они специально запускают? Я обратил на это внимание. Может, они меня ловят на этом? Простите, Михаил Шоцкий. Это совершенно не логика, менеджер. Поэтому обращаем внимание на препарат снова. Ну ладно, все, об этом мы, значит, не будем. А насчет рубля я хочу вот чего сказать. Хороший момент для обвала рубля нашли наши американские недруги. Потому что много истрачено денег на Олимпиаду. Нечем заткнуть брешь. Хотя я сначала, когда рубль стал валиться, я подумал, что это хитрый ход кого-то из... Знаете, вот в советское время был такой очень умный экономист Косыгин. И я думаю, может быть, у нас появился умный экономист, наконец-то, который понял, что если рубль подешевеет, выгодно будет свое производство налаживать. Потому что Путин как-то сказал, надо думать о собственном производстве. Поздно он это сказал. Он это сказал за месяц до Олимпийских игр. Это на производство нужна пятилетка. На то, чтобы возродить производство, которое было хотя бы наполовину, которое было в советское время. У нас, главный наш недуг, у нас нет производства, которое поддерживало рубль. Обвалили цены, понизили цены на нефть и все, рубля не существует. Мы зависимы от внешнего мира. Милошевич в своем завещании писал, не попадите в ту же ситуацию, в какую попала наша Югославия. Вы, страна самодостаточная. Вам не надо заигрывать с Западом, они вас уничтожат. Но, какие же мы самодостаточные, если мы так выстроили экономику, что мы зависим от них. Но бог с ним, с счетами чиновников в их банках. Пускай американцы закроют эти счета и по делам, в конце концов. Правильно, но у нас нет производства. И если рубль падает, производство может начать оживать. Но, при этом, надо решиться на один шаг, который поддержит рубль сразу. Не повышать цены на отечественные товары. Пускай на сникерсы, тампексы, шмампексы, пускай на шоколадки швейцарские, пускай на это растут цены. Но на лекарства ни за что. На отечественные ни за что. Под угрозой просто суда. Чтобы торгаши не имели права повышать цены. И тогда это может сработать. Пускай каждая проблема станет началом пути к успеху, говорили наши древние ведические предки. Из этого можно извлечь. Плюсик. Успех может прийти, но надо прекратить этот обвал. Он сейчас нерегулируем. И у России нет возможности это заткнуть золотым запасом. Ну вот смотрите, в Белоруссии, прошу прощения, там же есть специальная маркировка для товаров, которые произведены на территории Белоруссии. Но это батька, это не президент. Сделано в Белоруссии. Эти товары стоят всегда дешевле. Они специальными марками снабжены в магазины. Я всегда говорил, учитесь кое-чему у Белоруссии. Учитесь у Белоруссии создавать класс крестьянства. Говорят, за батьку всегда фальсифицированы результаты выборов. Да нет, крестьяне за него. А у него большинство крестьян, он же хитрый ход сделал. А у нас в России газ, а у вас? Это Путин, я даже такой стишок размещал в интернете. А у нас Путин, а у нас Россия газ, а у вас, Янукович, у нас переворот, вот. А Лукашенко, у нас одна картошка, но ее у нас так множко. Никакой переворот не допустит наш народ. Учитесь у батьки. Многому, не всему, конечно. И еще мне интересно, в вашей паузе прозвучало, он есть свобода слова по пятницам. Это только единственный момент свобода слова. Два часа. Кстати, мы говорим более острые вещи, чем на эхо Москвы. Но, когда эхо Москвы, Шендерович, Быгов, эти болотные наши революционеры, как я их называю, триндят о том, как негодяйски ведет себя Россия, У меня один вопрос. Большинство из них евреи. Скажите, вы хотите с Ярошем объединиться? С теми людьми, которые... Вы оживите свою родовую память. Вы что, забыли Бабий Яр? Вы забыли погромы бендеровцев? Забыли петлюровцев? И вы сейчас их защищаете? Вы вообще в своем уме? Я хочу, чтобы Бенедиктов поехал на встречу с Ярошем, и они обнялись. Я хочу посмотреть на это. Ребят, хотя бы предков своих не предавайте, а этот, который Днепропетровский олигарх, он же тоже еврей, возглавляет еврейские общества, и он объединился с этими фашистами. А Меркель хороша. В Германии фашизм не признается, а на Украине она поощряет. Вы посмотрите, что немедленно надо садиться за переговоры, поджать, предупредить и за переговоры. И тогда это такая клизма Западу будет. За все это. Я разразился опять негодованием. Сейчас будет о гормонах, которые уравновешивают Стеллу. Рекламная пауза на юмор. А сейчас веселая страничка на юмор. Наконец-то мы дошли до того, чтобы почитать ваше сообщение, которое приходит нам на 8870. На наш конкурс. Да, наш конкурс. Мы создаем энциклопедию всероссийской глупости. В городе Твери виноводочный магазин называется очень точно «Вечный зов». Ой, Максим, это не только в Твери, это во множестве городов наших. Более того, это оказалось очень, простите за выражение, брендовое название. И у этих магазинов больше прибыль, нежели у магазинов с другим развиванием. Но есть ведь еще. Магазин называется «Бухло». Это вообще... А есть магазин, называется «Вип-Бухло». Стуташиры попов. А в Москве магазин есть «Пель» через обратное «э». «Мэн» через обратное «э». То есть это какое-то людоедство. «Мэн» это ж мужик. Ой, это можно долго перечислять, как наши изощряются, дабы впендюрить вот это бухло нашим лохам. Я видел лично супермаркет, который называется «Русская водка». Прям вообще... Вот и все. Да, все просто русская водка. Супермаркет. Супермаркет. Продолжая рекламу алкогольных напитков, ну я шучу, конечно, мы просто лишь читаем сообщение, которое приходит к нам. Магазин пенных напитков в Талице называется «Жидкий хлеб». Дмитрий из Челябинска прислал. Ну вообще, я вам должен сказать, что я не пойму, это глупость или мудрость, потому что хлеб действительно был когда-то жидким. В большой древности, в серьезной, в глубочайшей древности. И отсюда слово «хлеб», «похлебка». Его надо хлебать. Зерно замачивали. И ели зерно замоченное, и особенно пророшее. И это давало силу необычайно людям. На этой похлебке созревали богатыри. Но я не уверен, что то, что я сейчас сказал, имел в виду Дмитрий из Челябинска. Или те, кто называли этот магазин. Хотя мне нравится такое название. Наш хлеб, он не полезен. Наш хлеб отягощает сегодняшний. Поел хлеба, спать хочется. А поел хлеба с чем-то, вообще не переваривается. Может, сахар в крови повысится. Сегодняшний хлеб очень вреден. А жидкий хлеб, зерна замоченные, это замечательная похлебка. Хлебать и хлебать. Не перехлебать. Вы знаете, я хотел напомнить нашим радиослушателям, что в Госдуме сейчас активно обсуждается вопрос о введении закона о сексуальных домогательствах на рабочих местах. У нас? Я не знал. В преддверии 8 марта это как-то очень актуально прозвучало, потому что... А против кого? Против женщин? Это бабам будет не в готов. Сейчас уже в случае принятия этого закона, конечно, уже нельзя будет там... Секретарше приходить с кофе к начальнику домогаться. Ну, я думаю, что об этом мы чуть позже можем поговорить. Что ему на десерт? Интересно, будут ли продаваться... Да, и секретарша приходит вот с тем товаром, о котором я сейчас хочу сказать. А у нас в магазине, Георгий пишет из Кемерской области, печенье называется тёлочка. Вот в чём намёк? Мол, тёлок соблазнять этим печеньем. А тёлочке тоже хорошее слово. Знаете, почему мужикам нравится говорить тёлка, тёлка? А от слова тело. То есть, если женщину называть тёлкой, вообще это оскорбление. Потому что он расценит как тело. Знаете, как у англичан. Я же давно подметил это. Это когда они заглядывают в комнату, и никого нет, они говорят, неободи. Боди – это тело. Нет туловища. А мы говорим, не души. То есть, мы расцениваем как душу человека, а не как тело. Поэтому, женщины, не принимайте, когда мужики называют вас тёлками. Сразу копытом по морде. Как козлам. Да, ну и последнее, что я хотел сейчас зачитать, и перейдём уже дальше к нашим темам. А вот тут надпись на пачке чая будет. Да, да, да. Надпись на пачке чая – «Ресницы красавицы». Прислал Олег Новосибирь. Чай из ресниц. Вы можете описать? А чё можно волосы из моздрей? О, кошмар! Ну, это вот… Это вообще энциклопедия всенародной глупости. Да. Я хотел ещё прочитать одно сообщение, которое Дарья из Москвы нам прислала в гостевой книге. Подмосковный пансионат, рекламируя свои услуги, пишет «Первая брачная ночь бесплатно». А вторая скидки. С постели причём. Можно из окна, если мне понравилось. И как теперь «Дискаун». Да, «Дискаун». Ну что, у нас… Вы сказали слово Дарьям из Днепропетровска приезжает на вечер, который у нас состоится в гнезде Глухаря у Арканова и у меня. Мы решили сделать общий вечер. Арканов разместил… Я в Ютьюбе разместил миниатюру Арканова. Заснял её. О том, как отделилась часть туловища, вот этот детородный мужской орган попросил независимости. Назовём её «Стелла». «Стелла» отделилась от туловища и посвятил это Украине. Независимости попросил всего туловища. 40 тысяч просмотров за три дня. Я думаю, Арканова в последний раз такой успех был. Он замечательный писатель, чудесный. Но он-то несколько изящен, излишний для сегодняшней эстрады. Он считал, что его самый большой успех был, когда он выиграл у Гаспарова в шахматы. Гаспаров играл вслепую на тысячи досках из Африки откуда-то по телефону с загвязанными глазами. И он, значит, Аркан сыграл с ним в ничью. Они дружили с Гаспаровым. Он меня когда-то познакомил с Гаспаровым. И вот мы устраиваем вечер на двоих в гнезде глухаря. Ну, и я пригласил из Днепропетровской девушки, девушку, которая звать Дарья. Она так поёт. Это такой самородок. И мы будем записывать с ней, с Брэндоном Стэн, к девятому, Брэндоном Стэн песни военных лет. К девятому мая. А у неё низкий голос, взрослый голос. И она с такой душой мне написала, что она в память о дедушке хочет записать. Всё, это вы сказали Дарья. Видите, у меня сразу круг такой широкий ассоциаций. Вот что значит, произносишь имя и столько ассоциаций сразу рождается. Нельзя же... Прекрасное русское имя. Не только же петлюровцев давить надо, но надо ещё и противопоставить что-то этому. То есть память о тех, кто их давил. Вот. И мы это сделаем культурно. Ну, вы знаете, тут по поводу того, почему на Украине происходит это событие, высказался, как мне кажется, довольно точно глава ВМФ Черноморского флота. Он сказал, что мы не можем жить вместе на Украине, поскольку у нас разный генотип. На Восточной Украине это генотип победителей, на Западной Украине генотип проигравших в войне Второй мировой. Более того, и предателей, лютичей, которые всегда предавали славяно-русов. И только этим жили. Да, генотипы разные, я думаю, даже метки в хромосомах есть уже. И обратите внимание, недавно показали телеканалы о том, что произошли перезахоронения бойцов дивизии СС на Западной Украине. И этому было придано такое значение государственного праздника. Исполнялся гимн, был там определенный парад и так далее. То есть это все происходит вот в наше время, прямо сейчас. Дивизия СС, которая Бабий Ярд, о чем мы говорим. Бабий Ярд. Страшные вещи. И эхо Москвы еще против того, что сейчас Россия делает. Да, хотя Россия именно против этих действий. А видите, я же такую фразу вот вспоминаю опять свою. Их обучают кто? Латыши и литовцы. У латышей эсэсские демонстрации идут. Но латыши, они, у них вяло текущая русофобия. Мол, не любим и не любим. А у этих темпераментная. И потом, давайте, когда мы говорим про Западную Украину, опять-таки, разделить надо понятия. Там есть много других людей и не тех самых предателей родовых лютичей. Но сила-то за негодяями, они всегда лучше объединены. В 89-м году, горжусь своей фразой, ляпнул со сцены, хороших людей на свете больше, но плохие лучше объединены. Сегодня пришло время объединиться людям, пускай даже через интернет, но объединиться против этих негодяев. Ну вот, как можно себе представить подобное? И Донецк, и Днепропетровский, еврей-олигарх, поддерживает их? Ну как вам это нравится, а? Он что, забыл, что было с его предками? Я считаю, его надо во имя. Вот, у меня есть друзья-евреи, близкие мне люди, Арканов. Когда-то я дружил с Гориным. Гениальный драматург. Гафт. Мы в очень хороших отношениях взаимоуважительных. С Хазановым мы, друзья, не разлей вода, наверное, уже лет 50, если не больше. Вот этого олигарха Днепропетровского, который снюхался с бендеровцем из Петербурга, надо лишить национальности еврей, чтобы он не позорил порядочных евреев. Почетное звание евреев. его надо лишить сегодня. Что о чем я выскажусь в интернете. Возможно, деньги здесь конечно решают. Но надо же помнить, что есть родовая память. Деньги не могут быть важнее родовой памяти. Знаете, многих евреев всегда подводило вот что. Из чувства такого самосохранения, желая подстраховаться, они часто пытались задружиться с фашистующими властями. А это, между прочим, каждый раз оборачивалось погромами. И хочется сказать, не надо больше так делать. Берегите свой род. Друзья, у нас сейчас будет небольшой перерыв на рекламу. Я напомню вам, что вы можете нас смотреть на странице в интернете веселорадио.ру. Туда пишите и ваши сообщения в гостевую книгу, если вы находитесь за пределами России, например, на Украине. И 8870 для ваших сообщений в формате СМС с мобильных телефонов 0731. Звоните нам, также возможно, такие контакты. Блиц на самые интересные вопросы подведем в финале программы. Ну а пока прервемся на небольшую рекламную паузу и встретимся уже в начале следующего часа. Неформат, юмор.фм. Друзья, продолжаем программу Неформат. Только что миновали Экватор. Еще час остроумного и интересного повествования о том, что происходит в мире и в России и в ближайших областях от Михаила Задорнова специально для вас. Но для начала, пожалуй, несколько сообщений с короткого номера 8870 и с листевой книги. Это еще раз подчеркивает то, что наши слушатели не теряют чувство юмора в самых сложных ситуациях. Ценник на сметане в сельском магазине называется Сметана и приписка с котиком Алина Барнаук Причем надо было так уж умершим своей смертью. Объявшимся этой сметаной. Сметана с котиком. Баннер в Москве. Москва столица Петербурга. Это гениально. Слава Олеся. Это гениально. Это даже я комментировать не хочу. В общем, это констатация факта. То есть и Петербурга тоже, да? Вы же помните, что Севастополь... Не только Крыма, но и... Да, Севастополь же совсем недавно... Ну, совет... Городской совет Севастополя недавно объявил о том, что они готовы войти в состав Российской Федерации на правах отдельного субъекта. Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Ну, предположительно, по мнению городского совета Крыма, так может выглядеть конфигурация вхождения Севастополя в состав России. Мы об этом чуть позже поговорим. Ну, видел на трассе обвалившуюся, обвешавшую вывеску «Куры, гниль». Спасибо. Это менеджеры набирали текст и не проверили, что набрали. Видели, как молодые люди быстро печатают на клаве, набирают, они не смотрят на экран, чего не набрали. Вот так и здесь. Они вместо «гриль» набрали «гниль». Детское кафе в Новосибирске называется, прислал Андрей, «Сытая девка». Причем здесь не поймешь. Детка. А это грек писал. Они вместо «т» произносят «ф» всегда и вместо «пф». Знаете, как вы помните, я говорю, палец у них фалец. Отсюда фалец произошло. Пир-фир. Я считаю, что просто гениальное объявление, которое прислал нам Игорь из Москвы, оно звучит так. Требуются работники с энергией пенсионера и опытом студента. Гениально. Надо помимо всенародной... Вот, вот, вот у меня родилась идея сейчас. Помимо всенародной российской глупости, надо создать энциклопедию всероссийской мудрости. Куда собрать? Вот такие интересные объявления остроумные, да? Надписи на машинах, «Помой меня, я вся чешуся». Там было написано на какой-то машине. В Самаре рюмочной в центре города второе дыхание. Это уже второй день. Я всегда, когда объемся, я говорю, наступило первое обманчивое чувство сытости. Надо его перебороть и к десерту приступить. А вот Иван Иванов пишет, слушал один из концертов Задорного, так как являюсь поклонником творчества Михаила Николаевича. Я прямо расцвел, когда первую фразу прочитал. Думаю, вот, наконец-то человек хоть хорошие слова мне сказал. Услышал там, мягко говоря, пишет он дальше, неприличное слово. Ну, тут я как-то помрачнел и вдруг вспомнил, цитирую письмо, что он как-то в неформате говорил, мол, тот, кто улечит мати со сцены меня, получит 10 тысяч долларов. Куда за деньгами обращаться? Выбрал момент. Есть подтверждение документальное. Ну, давайте уточним. Во-первых, смотрел, написано, один из концертов задорный. По телевидению мат не пропускается, передергивает. Даже если бы я себе это позволил. Но, я помню, что я говорил. Я говорил, я не сквернословлю никогда на сцене. Я не употребляю грубые слова, если кого-то обвиняют. Только, если я чем-то восхищаюсь. Поэтому, я мог допустить какое-то слово, но, если я восхищался публикой, праздником, мудростью нашей родовой или закатом. Так что, давайте, присылайте мне на мой адрес электронной почты или в личку в живой журнал доказательства. Мы разберемся с вами. Михаил Николаевич, у меня вот какой вопрос. Сейчас на Западе, если называть вещи своими именами, развернута кампания против России. И мои друзья, знакомые, которые проживают в странах, за рубежом, это люди не русские, не суть важна. То есть, это бельгийцы, например, с которыми я общался, славянцы. Или в Америке люди живут, общались с ними. Они говорят, что на Западе все убеждены, что Россия напала... О, смотрите, мы вместе с Которой. Напала на Украину. То есть, Россия атаковала Украину, ввела войска, Россия проявила агрессию. И ровно это преподносится так западному зрителю и западному слушателю. В этой связи мне пришла в голову мысль, которую высказал Эмир Кустурица в своей книге автобиографической. Он говорит там о том, что один американец... Давайте я объясню, радиослушным же это гениальный режиссер. Не все его сегодня знают. Кинорежиссер. Его многие фильмы признаны одними из лучших в мире. И надо понимать, что он признан и на Западе в том числе. Да, конечно. Даже прежде всего на Западе. У нас гораздо меньше знает Кустурица. Да. В книге своей он пишет много слов таких печальных относительно судьбы Косова, вообще Сербии, то, что происходило в Белграде и так далее. Но он рассказывает историю, где один из его американских друзей, продюсеров из Голливуда, приезжает к нему в гости как-то и смотрит местное телевидение, по которому показывают фильм. Фильм был российский и касался он того, какие жертвы понес Советский Союз в войне против фашистской Германии. Он смотрел это на протяжении минут 20, просил что-то перевести Эмира и в конце он сказал, объясни мне, пожалуйста, как в этом фильме я вижу, что оказывается Советский Союз выиграл войну. Мы всегда были убеждены, что это мы, Соединенные Штаты, выиграли войну. На что ему Эмир ответил, что знаешь, дорогой друг, я тебе даже не буду сейчас ничего рассказывать, переубеждать, не буду рассказывать тебе про Гагарина, который первый полетел в космос, потому что это перевернет твой внутренний мир. То есть вот эта артподготовка, которая происходит по всем фронтам, начиная с рождения ребенка в западном мире и промывка мозгов в течение всего последующего времени, она приводит к тому, что люди с радостью воспринимают эти фразы относительно творческого России вторглась на Украину как само собой разумеющиеся. Это в генетике западного человека и насчет войны. Я иногда американцев спрашиваю, если вы победили, скажите мне, какой главный город был в Германии? В Берлин. Кто водрузил знамя на Рейхстане? Что, американцы? А где граница прошла? Вы знаете, в конце концов, вы знаете, что коридор был из западной Германии в Берлин? Это была уступка Советского Союза, дабы было ощущение, что все побывали в Берлине. Но это, я же ехал по этому шоссе. Это одно шоссе вело в Берлин по Восточной Германии. Раз, доказательства. Доказательства много интересных, они не хотят это знать. Они, вот правильно один сатирик говорит, ну тупые. Ну слушайте, как можно путать закон о запрете пропаганды геев с законом о запрете геев? Они не видят разницы. И они, вот, в мире потеряны причиной следственной связи. Я всегда это говорил. Западный мир выработал инструкции. Они живут по инструкциям. Поэтому тупые, это неправильно сатирик говорит, они narrow-minded. Minded, narrow. Узкоумственные. Они верят в инструкции. И поэтому им очень легко что бы то ни было внушить. У них нет своего мнения. Они говорят, у нас нет свободы слова, а я им предъяву такую сейчас вынесу, а у вас нет свободы мысли. Вы все, что вам говорят, вы всему этому верите. Я видел СНН. Они мягко говорят, там можно вот человеку-здравомыслящему понять, что Россия не напала на Украину. Но первый смысл он такой. И они ну, слушайте, если когда Россия ответила Грузии на их выпад, и американцы боялись, что российская армия сейчас войдет в штат под названием Джорджия, потому что напарил на Джорджию, и американцы выглядывали в дома, где российские войска. Но как, а когда Хрущев потряс ботинком, постучал о трибуну ООН, вы позволите, я просто переведу, ну, чтобы шутка была понятна. А, да, да, да. Джорджия, ну, по американскому, на английском языке, Джорджия звучит, название штата, Джорджия, и Джорджия, как Грузия, страна, одинаково звучит, да. И они жутко перепугались этим новостям. и, но эта ненависть к славянам у них давно. Почему? Они нас не могут понять. Мы их можем понять с точки зрения бытовой, и перенимаем кое-что хорошее у них. У них есть чему поучиться с точки зрения жизни туловища, боды. А они нас не могут понять, почему? Мы сохранили такое чувство неприроды. Для нас часто, не для всех, хочу сразу сказать, во-первых, но все равно у нас еще очень много людей, для которых главное жизнь духовная. Их еще много, не всех уничтожило подражание Западу. Для Запада главное бабки и то, что можно пощупать. Тоже среди западных людей есть здравомыслящие. Сегодняшняя западная демократия это во главе негодяи, подлецы, а разводят лохов на ревмайндет. И их большинство среди них есть здравомыслящие, но их очень мало. И никто не вдумывается, что сегодняшняя демократия означает власть торгашей, которые затевают войны, чмырят друг друга, сеют вражду международную. Вы посмотрите, что они сделали с Югославией. Расчленили по народам и перестала существовать процветавшая некогда страна. И соцлагеря самая процветающая, потому что представила элементы капитализма и бизнеса. И такая была права. И ее первому поэтому грабанули. Как ненавидят и почему западный мир ненавидит славян и не понимает их. Я могу, мне нужно чуть больше времени, я бы с удовольствием поделился своими мыслями на отчет, потому что эта ненависть не сейчас рождена. И когда нам предлагают реформу образования именно с той же целью, чтобы превратить в лоха в большинство, это давно, это происходит уже несколько сотен лет. И я к этому теме хотел бы вернуться. Обязательно поговорим об этом после рекламной паузы. В этот праздничный день продолжаем программу Неформат. В прямом эфире из студии в Москве Михаил Задорнов отвечает на ваши вопросы и дает оценку происходящим событиям. Друзья, для начала несколько сообщений с смс-сервера 8870, а также с гостевой книги. В частности, надпись на продукте творожной массы называется «Картошка домашняя». Ирина Липец призвала. Почему картошка называется творог, непонятно. Знаете, что произошло? У молодых людей, которые пришли менеджерами работать, они не понимают смысла того, что пишут. И дело в том, что, простите, я немножко в эту проблему хочу углубиться, потому что вот бог с ним с ЕГЭ, в конце концов. ЕГЭ может существовать, но самое страшное другое в реформе образования. Логики лишают детей. Они не понимают, что они говорят. Вы пробовали расспросить у молодого человека, что он вчера смотрел, чтобы он пересказал содержание фильма. Он говорит, он не может рассказать, он руками начинает, у него руки устают рассказывать о том, что он вчера видел. И преступление сегодняшней учебники. Вот скажите, как молодой человек может понять, что он написал, вот вы только что процитировали, если он решал следующие задачки. Вот передо мной задачники лежат. Смотрите, детям нарисуй, как выглядят. И дальше, что он должен нарисовать? Готовы, да? Радиослушатели готовы? Вот попробуйте нарисовать следующее. Шелест листьев, гром, шум волн и пение лягушки. Вот особенно пение лягушки. Зарисуйте. Это из сегодняшних задачек. Следующая задачка. Какой вырастет человек, он не может считать. Они говорят, это не традиционное мышление, говорят в Министерстве образования, мы обучаем детей, а чтобы обучить нетрадиционному, сначала обучить нетрадиционному. Великим Пикассо стал, или Пикассо, как хотите, произносите. Стал по-испански Пикассо, по-французски Пикассо. Он стал великим после того, как он научился рисовать и мог нарисовать мгновенно портрет любого человека. Потом у него начался голубой период в хорошем смысле этого слова. Грустный, то бишь, в переводе с другого языка. А великие художники умели рисовать, а потом становились нетрадиционно. Кандинский умел рисовать, между прочим. Вот вам еще обучение нетрадиционному мышлению из другого языка. Народная английская песенка в нашем задачнике для детей. Крендель, английская народная песенка. Крендель, мендель, колбаса взмыла хрюшка в небеса. Один мужичек, ее хватит и в сачок. Ее хватит и в леса. Крендель, мендель, колбаса. У меня вопрос. Англичане знают, что это их народная песня? Или нет? Нет, ну если такая народная песня есть в Англии, тогда все понятно. Слишком уж далеки культурные базисы между Россией и Великобританией. Может быть, действительно, чтобы люди были счастливы, надо вот, чтобы они не задумывались о чем. А это выпить. Нарисуй фюсю и каркузябру. Это тоже образная детрадиционная мысль. Я владею традиционным и традиционным мысляем, но я как каркузябру вряд ли нарисую сейчас. И вот таких задачек полное коллеги... Ну и, конечно, в результате вот мы имеем такие надписи, которые не умещаются даже в узкоумственную логику. Вот, например, вывеска Алена из Галинджика прислала реклама мебели и написано «Кресло для офиса решает не голова». А вот это в энциклопедию мудрости всероссийские. И в финал вот такая смс-ка Василий из Горноалтайска прислал. Видел в зоопарке надпись «Витринюк Руслан Владимирович опекает черноголового хохотуна». Гениально. Черноголовый хохотун. У меня ощущение, что это Обама. После ввода российских войск в Крым. Как он считает. Вот, да, витринюк Руслан Владимирович пошел дальше. Смешный набор слов. Видимо, еще это произошло из-за того, что в связи с готовящимся вводом закона о сексуальных домогательствах опекать девушек нельзя будет. Опекать и замогаться это одно и то же. Девушек нельзя домогать, опекать. А хохотуна пока еще можно. Ой, смешная назовем. Да. Знаете, я хочу продолжить тему. Я обещал высказать свою точку зрения о том, как и почему ненавидят славян и как это издревле откуда это исходит. Вот, смотрите, я просто одну секунду буквально. Есть противоречия между Великобританией и Соединенных Штантов. Есть. Между Францией и Великобританией. Но никогда речь не идет о том, были войны, но сейчас у них такое ощущение, что реально один враг. Вот, ну, во-первых, это удобно иметь одного врага. Раз. Второе. Когда-то саксы, даны, германские племена, другие, туринги, очень мечтали поработить славян. Одновременно с этим скандинавы пытались то же самое сделать. И они начали наступление с запада на славян. Славяне неожиданно для них объединились, объединились, а не разъединились. И образовалось могучее государство Русь. Сначала она была небольшим. В центре Ладога построили Нью-Йорк, новый город, Новгород. Срубили. Замкнули пути водные и начали развиваться и становиться мощным государством, на которое уже так просто не ходили походами будущие натовцы. И тогда Олег, друг Рюрика, решил присоединить Киев. Киев не хотел присоединяться к северу. Почему? Потому что Киев уже лежал под Византией. Во-первых, он платил дань Хазарам. Хазары были иудеями по вероисповеданию. А платили раввинам хазарским платила Византия и набирала в рабство русских девушек, славянских девушек. Слово русский тогда не было еще популярным. Такого не было. Руссы было слово, а русский не было. И Олег, ну, это есть легенда, как он этот Киев завышал. Вещи, которые отмстить неразумным хазарам. Гениальное слово Божье, потому что хазары вообще были по вероисповеданию иудеями, а по национальности они евреями не были. Они были близкие к нам, потомки скифов, перемешавшиеся с иранскими некоторыми племенами и волжскими. И Олег берет Киев, садится в Киеве и великое сочетание двух слов Киевская Русь начинается. Он начинает присоединять другие славянские племена, и об этом в Европе уже знают. И просто так уже славян не возьмешь. Начинает процветать Киевская Русь. Но Византия не может такой лакомый кусок отпустить от себя. И она всячески натравливает врагов. в первую очередь Хазар. И появляется потрясающий человек Святослав. Этот Святослав был сыном Игоря. Сыном Игоря, внуком Рюрика. Вот так Игорь такая проблемная личность была. Вместо него большую часть княжи Лалек, которого очень любил народ, и называли и мудрым, и вещем. Считали, что он сокола может слетать над полем, видеть расстановку противника. И есть несколько русских полководцев, которые не проиграли ни одно сражение. Это Вещалек, Святослав и Суворов. Наполеон проиграл, между прочим, и македонцы. Ну, македонский здесь спорный вопрос. Но, ладно, вернемся к Святославу. Святослав объявляет войну лицемерию, лжи, которая сейчас процветает на Западе. И он видит в первую очередь врагов Хазар. И он начисто уничтожает весь Хазарский Каганат. Теперь мы имеем города Ростов, на местах Хазар, где Хазары были, Астрахань, А Хазары шли тремя волнами на врага. Волна рассвета, волна полудня и волна заката. Волна рассвета шли больные, плохие воины, но пока их истребляли, теряла силу вражеская рать. И тогда уже вторая волна, как правило, уже до третьей даже не доходила, до гвардии Хазарской. Страшная тьма, тьмущая этих врагов была, тьма-тьмущая это много, это больше десяти, это сто тысяч. Святослав разбивает начисто Хазарский кабинет. Равины бегут в первую очередь в Византию и замышляют убийство Святослава. И тогда уже западные идиотики, а что такое запад в то время? Византия, лицемерие, проститутки, потому что шлюхи обозные становились императрицами, выводили своих любовников, негодяев на престол возводили и продавали в рабство людей, но все исподлили, при этом якобы христианские ценности. Когда первые киевляне приехали со своим посольством в Византию, их впечатлили купола золотые. И многие стали принимать христианство, думая, что эта религия принесет им тоже посулит такие же богатства. Святослав идет на Болгарию, которая подчиняется, Болгария же наша, славянская, ну, наполовину, тогда еще с Волги пришли булгары, смешались со славянами, и он идет на Болгарию, но он понимает, наши братья, и в одной из решающих битв, но дело в том, что Болгария в то время подчиняется Византии, и слушается Базилевс, и Базилевс, император византийский, он натравливает Болгарию на Русь, он всех натравливает на Русь, он уже боится Руси, еще Олег прибил щит, и дань платила Византии и Киевской Руси, но Олеговской и Киевской Руси, о, какая мощь была у Руси, когда объединились славянские народы, и Святослав не хочет лишней крови, сегодняшняя ситуация совершенно, потому что Византия разделяет наши славянские народы, и он с болгарами договаривается, как ему было не противно, но он садится за круглый стол переговоров, и одну из битв, и таким образом он избежал одну из самых кровопролитных битв, и вот тут, если бы так удалось сегодня нам сделать, надо вспомнить, что Византия так испугалась, так была не готова к тому, что Болгария объединиться со Святославом, простой народ болгарский, не царь болгарский, что она поняла одно, надо Святославу убить, и они подстроили ему засаду, назначив деловые переговоры, печенеги отрубили ему голову, и это была главная, наверное, главная такая награда для Византии, император пили из черепа Святослава, они считали это победой, я считаю, сегодня надо на Украине и на Россию, на границе Украины с Россией где-нибудь установить памятник Святослава, и вот памятники, они дают правильную энергию, когда мне удалось установить памятники Арине Родионовне, интерес к русскому языку возрос среди молодежи, это процесс волшебный, мистический, эзотерический, нужно, я объявлю, обязательно сбор средств для установки памятника Святославу, тому, кто такой мощный сделал Русь, который боялась тогдашняя Европа и даже Византия, о том, как ненавидели европейцы далее Русь, в нашем следующем фрагменте. Да, друзья, я хочу просто сказать, что по поводу памятников, в частности, которые сносятся на Украине, памятники Ленину, современную, возьмем историю, между тем, в Финляндии существуют два памятника Ленина, два бюста, один из них стоит в Хельсинке, другой в городе Котка. Я выступал в зале имени Ленина, в концертном зале в Финляндии. Да, удивительно, что сам Ленин всегда был настроен так, довольно спокойно относительно свободы для разных областей бывшей Царской Руси. Латвия, Литву, Истония, сразу подписал договор о независимости. Ну, об этом мы поговорим чуть позже, пока рекомендую. Надо было в этих странах память Негеленину, как в Финляндии установить. Абсолютно точно. Друзья, через несколько минут встретимся снова на Юмор.фм. Ну что, продолжаем программу Униформат. В прямом эфире радиостанции Юмор.фм Михаил Задорнов, который отвечает на все ваши вопросы и подводит итоги этой недели. И вот, когда Святослава практически, ну, как заказали византийцы и его печенеги отрубили ему голову, Русь начала распадаться. Почему? Византия сумела своими провокациями и она залезла на Русь изнутри. Она устроила Киевскую Русь, постаралась сделать так, чтобы она стала торгашеской. Это и подчинилась торгашеским интересам Византии. В то время не было слова демократии, но в то время для порабощения народов торговали религиями вообще различными. И как только византийское влияние усилилось через религию в Киеве, что произошло-то? Вы взгляните на историю. Русь-то потеряла силу. Алексей Ярослав мудрый, который называют мудрым. Непонятно почему. Двух царей называют мудрыми. Соломона, который раздал земли детям, и Ярослава, который раздал земли детям. Да, у Ярослава сколько там, шесть, по-моему? Пяти, по-моему, сыновей, много дочек. Одна из дочерей была знаменитой королевой Анной во Франции. И Русь дробится, земли дробятся, каждый пытается себе урвать кусок, все идут рот на рот, кровь за кровь, и пока татары не приходят, Русь практически не существует как таковая. Все ссорят то, что сегодня происходит. Византии удалось это сделать, расчленить, рассорить. Хорошо татары помогли в этот момент. Я потом силу набрал Александр Грозный. Ведь заметьте, только на Западе его называют Грозным. А у нас колокольня Ивана Великого. То есть народ-то называл его Великим. У Ивана Грозного один недостаток. Он молился за всех казненных. Состоял список 4 тысячи человек и за каждого молился. А Елизавета, которая правила в Англии в это время, казнила 80 тысяч и ни за одного не молилась. Поэтому никто не знает, сколько она казнила и кого. А Ивана Грозного вот документ, смотрите, он казнил и Запад опять использовал это. И опять учинил провокацию, которая закончилась смутным временем, когда Россия могла перестать существовать. Почему они все это время делают? Россия все время выныливает из их сфер влияния. А что для них это означает? Они лишаются рынка. Запад это торгаши. И Россия никак не становится, уже совсем олигархи правят. Все, казалось бы, все стало торгашеское. А нет, опять выныривает. И в смутное время все бояре, все олигархи того времени предают Россию. Появляется Минин и Пожаский. Один среди дворян благородный, а один среди народа. Потом откуда-то берется непонятно. Екатерина, про Петра я не хочу говорить. Петр как раз старался подложить нас под Европу, ему не удалось. И Екатерина, которая была из аниметчиного древнего славянского рода, она говорила с акцентом, но лучше, чем кто бы то ни. С 8 марта женщины, именно Екатерина сделала снова Россию великой. Именно баба наша, похожая на всю Россию, предала такой силы России, что даже Англия испугалась, когда Россия сказала, не снимите блокаду с Америки во время войны за независимость, то мы начнем войну против Англии. И Англия перепугалась. И мстила потом, и сыну Екатерины устроила кирдык полнейший, на их деньги был заговор организован против Павла Первого. И так всю жизнь, все время. Потом Англия стравилась с Наполеоном, она боялась Павла Первого, потому что он дружил с Наполеоном, надо было убрать Павла Первого. Потом они с Гитлером финансировали через Троцкого революцию. Ну, правда, тут и сами Романовы дали большой сбой. Почему им удалось это сделать? Потому что при Романове Россия опять стала ложиться под Европу. Но ведь, и посмотрите, каждый раз, как Россия принимает психологию Европы, она становится чуть ли не рабой европейской. Или начинается страшная буча, война. Витя Гитлера они натравили практически. Ну, что я хочу сказать. Сегодня надо памятник Святославу поставить и вспомнить, что как только Россия объединялась, как только она усмиряла гордыню свою, она становилась мощной и сильной. Кстати, Иосиф Виссарионович в этом смысле оказался самым мудрым. Он вообще все отрезал, железный занавес стал, мы самодостаточные, будем учиться делать заводы у немцев, американских менеджеров, пригласимый за пять лет, сделал мощнейшую страну. Надо усмирить гордыню, надо начать с ними разговаривать. Во имя рода, не во имя этих негодяев, которые возглавили честных людей на Майдане, а во имя славянского рода. Вот собственно к чему приводит, когда анализируешь историю, каким выводом приходишь. Да, и кажется, нужно из этого действительно сделать правильные выводы, для того, чтобы и мы, и дальнейшие поколения смогли ну хоть что-то извлечь, потому что такое ощущение, что мы опять наступаем на одни и те же грабли. танцуем на граблях, дискотека на кладбище, как я говорю. И только учения должны продолжаться во время переговоров. Я бы хотел подчеркнуть это. И не надо слушать болотных революционеров, мол, это все неправильно. Кое-что из этого я считаю правильно. Продолжайте учения, продолжайте стеречь посты правильные, вот, но все-таки надо разговаривать. Михаил Николаевич, что вы думаете о том, что на этой неделе прошло сообщение, которое очень быстро, причем исчезло с лент информационных агентств, о том, что Владимира Путина предложено было Нобелевским комитетом выдвинуть на получение премии мира, Нобелевской премии в этом году. Я считаю, что это подстава. Во-первых, если наш Владимир Владимирович хочет мира, то ему премия не нужна. Вот скажите мне, борись за мир, а мы тебе премию дадим. Я скажу, что я буду этим заниматься без всякой премии. Мне ваша Нобелевская премия не нужна. Вы давали премию кому? Пастернаку, потому что он написал роман, который запретили. Вы давали премию Солженицына, почему? Потому что этот роман был антисоветский. И если действительно кто-то выдвинет Путина, я думаю, что исчезло не просто так с ленты это сообщение. Его убрали по приказу из администрации президента и правильно. Это глупость. Если это действительно будут документы поданы, извините, кто-то подаст Пусси Райт. И что, Путин должен с Пусси Райт соперничать? Да это унизительно. А Пусси Райт выдвинут на премию мира. Потому что западные державы это супер негодяйские державы. Их возглавляют супер злыдни и лицемеры. Они говорят о правах человека про жирафа хочется вспомнить. Они говорят о безнравственности в России, но в России никогда бы детей не позвали на казнь жирафа в зоопарк. Да, во-первых, никогда бы такого не сделали. Гвоздем гуманно застрелить жирафа. Это очень символически. Вот так гуманно они мирогребами стали. Ну, речь идет о том, что в датском зоопарке действительно пригласили публику на мероприятие, связанное с отходом жирафа в мир и ночь. Мне нравится, что Путин сразу сказал, что мы идем своим путем. Путин путем и теперь можно немножко ослабить вожжи и подумать о роде славянском. Михаил Николаевич, вопрос такой, как себя чувствует Китай в этой ситуации? Как-то очень тихо, ничего со стороны Поднебесной не происходит, никакой информации нет, весь мир буквально кипит страстями по Украине, Россия ввела войска на территорию Украины, как считают, на Западе, а Китай отмалчивается. У Китая нет интернета, он же не знает ничего. Он что хочет, то и передает, но ведь там невозможно троллить в Китае Россию, нет возможности, раз. Во-вторых, Китаю это тоже на руку, Китаю ослабленная Россия очень по сердцу, но Китай не вызывает такой ненависти у США, потому что это торгашеское государство под руководством коммунистической партии, это рынок, который и снабжает, и покупает, а Россия не ложится под это дело. Славяне, славяне другие, они не могут нас понять, потому что для нас все-таки не души в комнате, а для них неубоди. И, ну вот, да, разные мы, но, ребят, давайте уважать друг друга. Мы же не лезем вам с вашей, мы же не начинаем, но мы же ноту протеста по жирафу не прислали, а почему вы нам ноты протеста шлете все время по глупости по разной? Не лезьте, вам в Америке, вы, почему ваши предки уехали в Америку? Чтобы не касаться Европы, вот и живите себе там, и не лезьте сюда, к вам на континент уехали все проститутки европейские, изгои, все воры, мошенники, преступники, из них и образовалось американское государство изначально. Вашингтон был редчайшим преступником, он уничтожил всех индейцев, 80-90% или 80 индейцев в Америке, вот почему в Америке мало индейцев, а в Канаде много, потому что там были французы и англичане, а Вашингтон сказал, я не хочу платить англичанам, я лучше сам буду налоги собирать, и устроил войну за несовисимость, а Резерфорд, который по утрам пил и имел 50 наложниц, писал в это время Конституцию в пьяном виде, но они умеют все повернуть, потому что они Византия, они умеют заниматься пиаром, влезать в души змеюгами людей и все извращать, так они расчленили Югославию, вы знаете, что даже Анжелика Джоли, которая в общем неплохая актриса и мать стольких детей чужих и своих, в общем, добрый человек судя по всему, она сняла фильм про Сервию, где выставляет сербов просто бандитами, она совсем не понимает того, о чем она пишет, и не понимает с чего все это началось, Михаил Николаевич, но фильм должен хорошо продаваться, где рынок. А он и не продается, кстати, нигде. Она не понимает, что это все американские затеи. Ну хорошо, друзья, у нас впереди небольшая рекламная пауза, после которой нас традиционно ожидает Блиц, мы уже подготовили самые интересные вопросы и поздравления наших женщин с 8 марта. Друзья, выходим на финишную прямую программу Неформат, два часа пролетели просто как несколько минут и... Еще бы парочку часов. Да. Про женщин, чтобы поговорить перед праздником. Давайте, давайте сделаем так, у нас есть несколько вопросов, отобранных нашими редакторами, и некоторые из них пугающие. О-о-о. Ну так как наша программа называется Неформат, и в ней возможно все. Хорошо. Сейчас послушаем вопросы, а потом уже перейдем к празднику. Давайте. Да, давайте. Михаил Николаевич, доброй ночи. Марина из Хабаровска. Михаил Николаевич, Позар как-то сказал, что вы ничего не знаете об американцах. Стоит ли ему верить? Спасибо. А если... Я не знаю, он мне адресовал это, или он народу нашему адресовал. Ответ у меня один. Все равно, кому он адресовал, а он ничего про русских не знает. Добрый вечер. Меня зовут Иван. Звоню вам из Читы. Михаил Николаевич, вы как-то сказали, что у вас есть подагра. У меня вопрос. Где ее можно приобрести? Спасибо. Он думает, что это десерт? Или что это бордосское вино? Подагра. Нет, это скорее, даже не знаю, на каком это языке. Это арабское вино так должно называться. Дорогой, подагра это болезнь. Приобрести ее можно очень легко. Надо больше жрать несовместимой еды и запивать водкой с пивасиком, с портвейном, ну и, конечно, отлакировать с шампусиком. И сразу спать ложиться. На утро подагра обеспечена. Михаил Николаевич, тогда я не верю, что у вас есть подагра. Какая-то дезинформация прошла у человека. Вот вы здоровый образ жизни и все такое. Но вы же не знаете, как я жил раньше, до того, как я стал задорным. Вот оно что. Пока я был просто Михой. Добрый вечер, уважаемый ведущий. Алексей Тюмень. Я сейчас в командировке в столице. Михаил Николаевич, у меня вот такой вопрос. А что такое Outlet Village и не перепутаны ли первые три буквы в слове вот Outlet? Большое спасибо. Это называется слушательный. Ну-ка, АУ, ну-ка, для тупых повторите, я не понял ничего. Outlet, я так понимаю. Outlet это... Outlet, первые три буквы. Out, если их поменять местами, то получается другое слово. Outlet, Нет. Out нужно перевернуть. А сейчас туалет. Да, мы начинаем в нашу рубрику юмор, вы представляете, он меня переострил. Outlet, ну точно, туалет получается. Туалет пилоч. Как интересно. Ну да, Outlet это же круто, а туалет это же не круто. Outlet вы... Это заходишь в туалет и вылетаешь. Заходишь в туалет, делаешь Outlet оттуда. Сразу. Заходишь в туалет и делаешь там Outlet. Outlet. Из себя. Вообще эти слова, вот дурнота, да? Вот поэтому они нас легко и берут голыми руками, что нам кажется, что вот это круто подражание. Мужик пришел к моей знакомой, ну, к моей сокурснице бывшей, сын ее, пришел и сказал, мама, меня отжобили. На работу приняли. А? Джоб. Я думаю, отжобили, что я имелось в виду? То и уволили с работы или наоборот приняли. Вот, оказывается, приняли. Ох, ясно. А переработал тогда перед джобили. Добрый вечер. Александр Новый Уренгой. Михаил Николаевич, а это правда, что Маяковский, Есенин и еще Пушкин писали стихи, используя маты? Если я матерюсь, значит, я тоже в чем-то, Пушкин. Спасибо. Вы не Пушкин, вы Кукушкин, если вы просто материтесь. Извините. Но Маяковский и Есенин, я не уверен, что они... Я не знаю стихов. А, нет, я у Есенина знаю с точечками. Каждая точка по-современному пи-пи-пи-пи. Но их очень мало и они на месте стоят. Когда будете писать стихи, как Есенин или как Маяковский, имеете право иногда произнести пи-пи-пи. Ну, просто, видимо, в наших слушателях живет какое-то прекрасное начало и они хотят ощущать себя поэтами каждый раз, когда произносят какое-то крепкое славство. Ну, да, вроде как не хочется просто так, я поэт. А я поэт. Мне можно. Извини, я поэт. Добрый вечер, Михаил Николаевич. Максим из Москвы. У меня вопрос к ведущему программы Максиму Забелину. Как часто вы бываете в администрации президента, которая внимательно слушает вашу программу? Спасибо. Вот это да, и меня тоже теперь интересует этот вопрос. Меня цепанул этот вопрос. Максим, как часто вы ходите до нашей передачи или после? Михаил Николаевич, мне нужно срочно, срочно собираться. Я уже смотрю на часы. У меня отчет в администрации президента. Собираю. Видите, друзья, уже... Видеоматериалы все записаны. Да, отправляюсь. Ну, могу лишь повторить то, что говорит постоянно Михаил Задорнов в нашей программе, что цензура в нашей стране не существует до тех пор, пока программа «Неформат» выходит в эфир. Мы говорим в программе все, что... Свобода слова есть, свободы мысли не хватает. Вот для чем мы выходим в эфир, чтобы не стать narrow-minded. Ускумственными. Да. Это я перевел, это я не употребил в русской речи. Ну что, у нас осталось буквально несколько минут для того, чтобы подвести итог нашей сегодняшней программы. Украина, дай бог, чтобы все сложилось хорошо. Мы славяне, мы братья, мы должны жить вместе. Не обязательно в одном государстве, мы должны жить просто в дружбе. Я так считаю. Я думаю, что это надо сейчас попросить сделать наших женщин. Прочитать Лисистрату Аристофана или ремейк Лени Филатова на пьесу Аристофана Лисистрата и не давать мужикам кушать и всего остального, пока те не прекратят свои зверства. очень мудро написал тогда Аристофан. И я думаю, действительно, слово сегодня за женщинами. Эпоха Жводолея, она женская эпоха. И вряд ли, конечно, можно надеяться на Матвиенко. Она будет делать то, что скажет Путин. А вот женщины, которые пишут письма добрые, они могли бы написать письмо Путину, объединиться. Простые, порядочные русские женщины, которые не только коня на скаку могут остановить, но может быть даже и кровопролитие. И поэтому надо воспользоваться, по-моему, женским праздником и сразу после праздников не кричать, какой замечательный концерт был. Потому что все равно все те же будут выступать, что обычно. Банальный, обычный концерт, как в советское время. А вот еще сделать что-то очень полезное для рода нашего, потому что именно женщина служит роду. Мужик не всегда понимает, зачем он вообще рожден на земле. И поэтому я, женщины, хочу некоторые сформулированные мудрости зачитать, касающиеся вас. Слушайте внимательно. Я давно понял, если чужая женщина, слушайте, если чужая женщина нравится мужчине больше, чем своя, значит, он в обеих что-то не доглядет. Итоги переписи населения показали, что женщины в России в среднем на 10 лет младше мужчин того же возраста. Возвращается муж три часа ночи из интернета, жена ему говорит, ну что, опять накликался. Разговор двух пожилых, накликался, разговор двух пожилых женщин, ну что, Маша, как твой муж Миша? Как пил, так и пьет, как бил, так и бьет. Ну, слава Богу, лишь бы не болел. Дорогой, дорогой, скажи, ты губил мне подарок 8 марта? Конечно, дорогая, а он мне понравится? Ну, если не понравится, отдашь мне, я о таком спиннинге давно мечтал. А это я как-то сказал жене своей, ты такая грустная, что даже не видно, какая красивая. А что, она погрустнела еще больше? Не говорите этого мужчины с твоим женщинам. Я понял, почему многие женщины несчастны, когда в интернете увидел фразу «Мужчина всегда прав, если мужчина не прав, значит, это не твой мужчина». Почему, если парень, вот такой вопрос, сочиняет стихи, он в глазах девушки ботаник-лох, а если ставит себе в статус чужие стихи, он романтик? Надо вот этого нашего мужика, который стихами из известных крепких слов выражает. Вот тот, который звонил из Челябинска. Моя жена мне, это разговор двух мужиков, моя жена мне изменилась с олигархом. И че, у меня выросли рога изобилия. Это вот для Украины как раз. Рога изобилия у них вырастут и в Донецке, и в Днепропетровске. Информация интересная прошла, что Соединенные Штаты объявили о том, что они готовы компенсировать Украине вот эту скидку, которую она потеряет на российский газ. Они готовы им предоставить на один миллиард долларов кредит. По-моему, это Путин с Обамой договорился по телефону и откат будет Обаме от России. Это же явная прибыль. Рубль, рубль начнет снова расти. Мужчины и женщины никогда не простят друг другу. Знаете, чего? Того, что они не могут жить друг без друга. Она была так красива, что в нее влюблялись не только с вечера, но даже по утрам. Очень такое. А знаете, что такое шкурный вопрос? Это покупка женщиной шубы. Заставить замолчать мою жену может только стоматолог. Это я тоже ей сказал, и она от этого тоже погрустнела. Вот, а это я слышал разговор в одном российском городе давно, лет 10 назад, женщина-покупательница спросила у продавца, у вас кроссовки для седьмого класса есть? А тот, он на паузу мозг встал у того, на секунду, нанес в секунду, потом говорит, а поточнее можно? Она говорит, на седьмой Б. А знаете ли вы, что у всех женщин одно на уме, будто бы у всех мужчин только одно на уме? И последнее, самое, по-моему, умное, если мужчина говорит, что он ничего не понимает в женщинах, значит, он в них уже разобрался. Ну, и, наконец, обнадеживающее для мужиков, если женщина говорит нет, это значит да, но позже. Поздравляем вас с женским днем, дорогие мужчины. Наконец-то вы можете проявить свою ласку и нежность легитимно. Да, и не стесняясь этого. Потому что, друзья, не стесняйтесь проявлять свои лучшие чувства по отношению к вашим любимым женщинам, девушкам, мамам, дочерям. Мы всех поздравляем с этим замечательным праздником, с тем временем, когда можно немного, на секунду остановиться и подумать о том, что прекрасное, все прекрасное, что есть в нашем мире, это вы, наша женщина. Потому что, вы до сих пор ведете себя так, что многие мужики, ведь муж от слова может. Можешь муж, не можешь, не муж. Вы ведете себя так, что многие мужики еще могут по-настоящему. А вы от слова жизнь, женщина. Спасибо, друзья, за то, что были эти два часа вместе с нами. Программа «Неформат». Всего вам доброго. Свобода слова существует. По пятницам «Неформат» с Михаилом Задорновым. Только на Юмор.ФМ.